Ребята, всем привет! Мы все еще в Грузии. И сегодня мы отправляемся изучать новый для себя регион, который называется Кахетия. Кахетия — это регион виноделия на востоке Грузии. Здесь расположена Алозанская долина и десятки виноделин. Поэтому в сегодняшнем выпуске будет много вкусного вина, природы, ну и, конечно же, еды. Сейчас на дворе уже осень, и погода в Грузии переменчива. Все чаще идут дожди, пасмурно. Поэтому при построении своего маршрута мы основывались не на удобство, а именно на погодные условия. Кахетия была единственным регионом, где сегодня солнечно, поэтому через всю страну нам пришлось ехать из Аджарии, из города Батуми, сначала до Мцхеты, это небольшой городок возле Тбилиси. Там мы переночевали и утром отправились в Кахетию, в город Тилави. Тилави — это столица региона Кахетия. Вообще в Грузии 14 основных регионов, многие из них мы уже посещали. Четыре года назад, в 2019 году, когда мы приезжали сюда в путешествие на машине, и эти видео вы тоже можете посмотреть, они до сих пор актуальны. Мы оставим плейлист в описании к этому видео. Ну а сегодня мы начинаем свое знакомство с Кахетией. У Тилави очень удобное расположение. Буквально в 10-20 километрах отсюда расположены основные соборы и винзаводы, поэтому здесь можно остановиться на ночлег. Но если вы не планируете останавливаться здесь на ночлег, то сам город можно посмотреть буквально за час-два. Так что же нужно посмотреть? Первое и самое главное — это крепость Батонис Тихе. А также 800-летний платан — это самое толщенное дерево в Грузии. Смотрите, какой он огромный! Как и в любом грузинском городке, мы также советуем зайти на местный рынок в городе Тилави и попробовать местные вкусности и что-нибудь прикупить обязательно с собой. Мне бы чурчхелы с фундуком. А дайте мне каждого по одной попробую дома. А в какую цену? 2,50 лари за одну, да? Да. Вот грецкий орех у вас тут тоже есть. Это по 25 лари за килограмм, правильно? Да, это 25 лари за килограмм. А, 30 побольше. Сухофрукты, изюм. А вот тут еще приправы есть тоже. По 10, по 5 лари. Хмели-сунели, для харчо, для кинзы. А, тут сразу можно вот выбрать, для чего тебе надо, и сразу купить все. И ценник приятный. И рыночек атмосферный. В парке на Дикваре есть ресторанчик, который так называется на Дикваре, террас. Отсюда открывается невероятно красивый вид на Алазанскую долину. И здесь можно пообедать. Что мы и сделали. На пробу взяли вино. Наливают, конечно, здесь не жалея. Называется Ркатителли. Этот сорт винограда высокогорный. Пробуем. Сухое вино, не кислое, такое, ну, нейтральное. Валюш, давай пробуй быстрее рыбу, потому что вот тут вот, смотрите, кто хочет тоже попробовать рыбу. Давай попробуем. Я взяла себе просто форельку на гриле. 12 лари. Бокал вина 5 лари. Беру, опускаю в соус. Ммм, соус гранатовый. Вкусно. Ну, на, 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 на. Шкурку дали ей. А то бедная не может уже, надрывается, да. Ну, и в этом году мы открыли для себя еще одно блюдо. Это шампиньоны с сулугуни сверху, запеченные в специальном таком горшочке. Выглядят просто невероятно. Надо быть осторожным, потому что очень горячо. Ммм, они очень нежные и очень вкусные. Срежа взял для себя еще кебаб. Последнее время тоже на него он как-то так налегает. На самом деле мне просто уже надоели хинкали, хачапури. Поэтому я пробую просто все подряд. Все, что есть в грузинской кухне. Этот кебаб немного суховат, но все меняет соус. Пообедали мы на 51 лари. Вполне неплохо для места с таким красивым видом. И с вином. Вино, кстати, обалденное. Я чувствую, что съемки сегодня будут веселые. Дальше мы отправились осматривать достопримечательности возле города Тилави. И в 20 километрах от него расположена первая достопримечательность, которая называется Кафедральный собор, либо монастырь Алаверди. Этот собор самый главный в Кахете и второй по высоте в Грузии. Говорят, что внутри очень красивые фрески. Поэтому мы сейчас идем внутрь, посмотрим на фрески. Вот такой вот дресс-код здесь. Кстати, выдают бесплатно. Мужчинам ничего не нужно, ну а девушкам нужна юбочка. Попадаем на территорию, и стоит огромнейший храм. Очень красиво, правда? Ну да. Он такой масштабный, да. Ну и, конечно же, куда же без вина и винограда. Даже на территории собора растет виноград. Все потому, что мы в Кахете, и прямо через дорогу от собора там огромное такое виноградное поле. Но, к сожалению, самый главный праздник, и вот сбор винограда уже окончен. Он проходит в конце сентября, начале октября, а уже конец октября. Мы не успели это застать, но ничего. Прямо на территории храма есть несколько могил, и здесь похоронены кахетинские цари. К большому нашему сожалению пройти внутрь нельзя, но часть настенной вот этой росписи, фресок есть и на внешней части собора. Очень, конечно, красиво, так прям дух захватывает. Очень, конечно, хотелось бы и внутри тоже посмотреть, но не повезло. И снимать, кстати, даже если бы мы могли туда зайти, снимать внутри и фотографировать строго запрещено. Повсюду висят таблички, которые об этом говорят. С дрона тоже смотрится невероятно красиво. Прогуляться по территории тоже очень приятно. Здесь растут, помимо винограда, здесь растут еще оливковые деревья. Вообще в Кахете соборы, храмы, монастыри – это вот то, чего здесь очень много, и то, ради чего многие туристы сюда и приезжают. Редактор субтитров А.Семкин Следующая точка на нашем маршруте – это замок Греми. Добирались мы сюда примерно 35 минут на машине от предыдущей локации. Раньше этот замок был столицей Кахетинского царства, здесь проходил шелковый путь. Сейчас на территории есть музей, он стоит 5 лари, но вообще сам вход в замок бесплатный, поэтому посмотреть, подняться можно и ничего не платив. Поэтому летаем здесь и отправляемся дальше. Ну а дальше мы приехали на завод Кинзамараули. Кстати, раньше это было мое любимое вино грузинское, оно полусладкое такое, красное, вкусное. Но потом я перестала пить полусладкое сладкое вино и перешла на сухое, так как от сладости обычно болит голова. Попав на территорию самого завода, наша экскурсия начинается с того, что мы с гидом проходим в подвал, где в землю закопаны кувшины. Эти кувшины называются квеври. В этих кувшинах хранится сам жмых винограда, и этот виноград настаивается в этих кувшинах до полугода. Периодически его помешивают, ну и вот он в открытом состоянии, хранится несколько месяцев, потом его закупоривают, и так он хранится еще 4 месяца. Сама технология производства вина одной из самых древнейших в мире, насчитывают ему 8 тысяч лет, поэтому грузины очень гордятся своей этой технологией. Раньше завод принадлежал государству, но потом его под свое крыло взяло 4 фирмы. У каждой этой фирмы есть свои виноградники, они выращивают виноград, и вот сюда привозится и обрабатывается этот виноград, и производится вино. Мы попали сначала в зал, где хранятся эти кувшины в земле, потом мы попали в зал, где вино настаивается в цистернах. То есть здесь есть два способа приготовления вина. Одно в квевре в этих кувшинах, а второе более европейское производство в цистернах специальных. И в этих цистернах производят именно сладкие и полусладкие вины, а в квевре только сухое и полусухое. Ну и также мы попали в сам погреб, и это самое интересное. Там хранится вино Брэнди Чача. Вино хранится в дубовых бочках, Брэнди хранится в бочках над цистернами, а в цистернах также еще хранится вино. Но самое интересное то, что вы можете купить там ячейку, и буквально за 10 лари в год ваше вино будет храниться в отдельной ячейке со специальным надзором и специальной температурой в погребе. И когда вы захотите выпить вина, вы просто сюда приезжаете, достаете свое вино и наслаждаетесь вкусом. Самое дорогое вино здесь 6 тысяч лари. Это примерно 2-200 долларов. Самое главное, это экскурсия еще и бесплатная. А за дегустацию всего лишь 8 лари с человека. Ну а сейчас начнется самая приятная часть экскурсии, это дегустация. У нас есть 5 различных вин, которые мы будем пробовать. А называется вино Киси Квебри. Вот Квебри слово, в принципе, почти всегда присутствует в названии. Киси это название сорта винограда. Редкий древнеургийский сорт. Его сейчас восстанавливают, а был на грани исчезновения. Для начала давайте рассмотрим цвет вина. Бокал будем держать за ножку, чтобы не согревать вино. И удобно вот так, под наклоном, на фоне бумаги, посмотрите. Оно имеет насыщенный янтарный цвет, золотым лучом. Вот эту насыщенность цвета и дает нам жмых. Полгода с косточками, с веточками, полностью все это получается вот такое. Понюхайте. Постарайтесь запомнить аромат. Очень вкусно пахнет, да? Раундим вино раскрутить. Для этого раскрутим бокал. Можно и на столе, не обязательно. В воздухе можно. Это обязательная процедура для всех вин, кроме игристых. Обязательно все можно раскрывать. Идет процесс обогащения кислородом. Аромат вина будет более ярким, а вкус при этом становится мягким. Понюхайте еще раз. Ммм, насыщение стало. Вау! Пробовать можно? Можно пробовать уже? Сделайте глоточек, хорошенечко ополосните во рту, покатайте вино, проглатывайте и выдыхайте через нос. Это тоже важно. Так вино по правильному я еще никогда не пила. Полусладкое вино Кинзмарамар. Оно всегда готовится из сорта Сапирави. Это тот же Сапирави на полусладкое вино. Желательно приготовленный виноград в нашей микрозоне Кинзмараули. Потому что именно здесь та земля и микроклиматические условия, которые дают винограду необходимые параметры. В первую очередь сладость, плотность, кислотность, аромат. Очень вкусная вообще. Самое главное, что сахар не используется. То есть вот в Кинзмараули, вообще в винах здесь не используется сахар. Это замечательно. Поэтому вкус не такой винтарный, да? Да, да. Просто оно сладкое, но в меру. Еще хочу обратить ваше внимание. Вот посмотрите на свет. Как по стенкам бокала стекают маслянистые слезки. Но при этом они не прокрашены. Как будто масло стекает. Вот это натуральность и плотность вина так проявляется. На ночевку мы остановились в городе Сигнахи. Это тоже один из городов Кахетти, где очень удобно базироваться. Приехали мы сюда ночью и даже представить себе не могли, какой крутой отсюда открывается вид. Арендовали мы себе небольшой гестхаус за 36 долларов в сутки. Но он оказался очень уютным, чистым. Поэтому мы его рекомендуем. Я даже подумать не могла, что в горах может быть такой хороший душ. Так что ссылку оставим в описании. Но сейчас завтракаем и отправляемся осматривать окрестности. Ну вот такой вот у нас грузинский завтрак. Картошка, котлеты, много всего вкусного. Много сладостей, чай. Это баклажаны, салат с помидорами, фрукты, хлеб. Так как у нас завтрака нет, получается. Да, сидим просто по-королевски. Вот здесь такой же камин есть. Класс. Друзья, хозяйку этого гестхауса зовут Руссо. Она очень приятная женщина, так вкусно нас накормила. И если вы приедете сюда, передавайте от нас большой привет. А вот и сам город Сигнахи. Он расположен на горе. Необычное такое у него местоположение. Его еще по-другому называют город любви. Потому что здесь есть ЗАГС, который работает круглосуточно. Представляете? А еще знаменитый художник Нико Перасмани подарил Маргарите миллион роз, о которых, оказывается, поет Алла Пугачева. Вот все же слышали эту песню. Но мне кажется, никто об этом не знал. Ну, я точно не знала. Примечателен город своим расположением на горе и сохранившейся стеной с 28 башнями. Боже мой, как холодно. Сегодня погодка нас подводит, поэтому скорее в машину бежим. Вообще, этот городок, он очень туристический. Просто сейчас не сезон, поэтому и людей на улицах нет, ну, плюс погода. И еще этот городок называют такой грузинской Италией. По правде говоря, здесь брусчатка, город очень милый, уютный. И еще, знаете, вот мы когда ехали по Кахетти сюда, здесь очень много растет таких длинных, высоких деревьев. Если получится, я подсниму. И вот в Италии, когда мы были, там такие же деревья. Поэтому действительно что-то есть схожее. Продолжение следует... Погода, конечно, немного испортилась и все наши планы рухнули. Но ничего страшного. Кахетти нам очень понравилась. Обязательно вернемся сюда. Но пока что мы двигаемся в следующий регион, а какой вы узнаете в следующем видео. Поэтому подпишитесь на канал, прожмите лайк, напишите комментарий. И встретимся совсем-совсем скоро, друзья. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok